А как формируется арендная ставка? Генеральный директор компании «Арикана» Анна Чеботина. Это позволит избежать недоразумений, от которых могут пострадать обе стороны. Всем привет! Андрей Жук с «Арикана» ритейла. Мы продолжаем рубрику «Ритейл в деталях». Сегодня мы пообщаемся на очень актуальную тему по поводу подписания договоров аренды. Ко мне очень часто обращаются участники рынка и зачастую есть проблемы, которые испытывают при работе и напряжении среди арендаторов и арендодателей. Первый вопрос, который я задаю – нарушают ли участники, либо арендаторы, либо арендодатели, нарушают ли договор аренды? С кем лучше всего обсудить эту актуальную тему, как не с человеком, который 17 лет держит руку на пульсе и занимается практикой подписания договоров аренды между арендаторами и арендодателями? Анна Чеботина. Спасибо. У Анны богатый опыт работы, как со стороны консультанта, так и со стороны девелопера. На сегодняшний день Анна – генеральный директор компании «Арикана». Анна, в этом прекрасном месте, с таким прекрасным видом, я уверен, что подписываются многолетние контракты с арендаторами, и это, наверное, происходит легко здесь. Да, действительно, в теплое время года у нас здесь стоят столики и пуфики. Мы часто проводим здесь встречи, но чаще всего мы используем эту террасу для наших корпоративных мероприятий. У нас очень много традиций, и поэтому, как только станет тепло, у нас будет официальное открытие. Окей. Давайте предметно поговорим по поводу подписания договоров аренды. И очень интересно, что вы поделились своими лайфхаками. С удовольствием. Для меня договор аренды – это как брачный контракт. Что нужно, чтобы долго и счастливо жил арендатор с арендодателем вместе? На самом деле, этап подписания договора аренды начинается задолго до его подписания, и арендатору и арендодателю нужно проделать домашнюю работу. У нас есть ряд критериев, согласно которых мы выбираем потенциальных арендаторов. Прежде всего, это позиционирование торгового центра. У нас проекты в Киеве и региональных городах Украины, они все разные, и у каждого уникальное позиционирование. К примеру, торгово-развлекательный комплекс «Проспект» – это модное место встречи. Торгово-развлекательный комплекс «Район» – это торговый центр рядом с домом, где покупать, развлекаться может вся семья. И, соответственно, целевая аудитория у каждого торгового центра разная. Тем более, что на самом деле этих целевых аудиторий в каждом торговом центре может быть несколько. Очень важно, чтобы арендатор совпадал с целевой аудиторией наших торговых центров. У меня уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что важно понять, где твоя целевая аудитория, и изначально перед выбором локаций. То есть мы уже сейчас поговорим о выборе локаций. В выборе локаций, либо в выборе ориентатора для торгового центра. Есть этап выбора локации, есть этап оценки локации. Вы хотите открыться в том или ином торговом центре. Вы смотрите, совпадаете ли вы по целевой аудитории. Потому что это те гости, которые завтра придут, либо не придут в ваш торговый центр. Следующий критерий мы должны совпасть по товарной категории. Что я имею в виду? На каждом этапе развития торгового центра мы балансируем набор арендаторов, тенантмикс. И, к примеру, в 2018 и 2019 годах во всех наших торговых центрах мы усиливали спортивную категорию. И, соответственно, подписывали, привлекали в наши проекты арендаторов спортивных товаров. Это значит, что у таких арендаторов явно будет преимущество для вхождения в проект. На сегодняшний день в Киеве и в качественных региональных торговых центрах складывается ситуация, когда профессиональные объекты либо полностью заполнены, либо совсем небольшая техническая вакантность. И, конечно... Есть, конечно, исключения. Всегда есть исключения. При этом в наших проектах на сегодняшний день нулевая техническая вакантность. И для того, чтобы мы физически нашли необходимую локацию по площади, нам нужно заблаговременно планировать открытие того или иного магазина в нашем торговом центре. Следующее – это якорная функция. Либо арендатор должен выступать магнитом. Нам, конечно, хочется, чтобы каждый новый арендатор дополнял трафик нашим торговым центрам. И поэтому мы всегда будем смотреть в сторону таких арендаторов и отдавать предпочтение при подписании договора в аренду. На этапе подписания договора в аренду мы также анализируем представленность в социальных сетях. На сегодняшний день это не количество подписчиков, а охваты. И, конечно, нам интересно, чтобы арендаторы были активными, чтобы они активно участвовали в маркетинговых мероприятиях. Следующее – мы оцениваем эффективность потенциального арендатора. Нам нужно понимать товарообороты арендатора, которые он планирует в нашем торговом центре для той или иной локации. Мы смотрим на товарообороты арендатора, сравниваем с товарооборотами похожей категории, такой же категории в торговом центре. И также анализируем и сравниваем долю ACR, occupancy cost ratio, для того, чтобы понимать, насколько арендатор действительно сможет платить нам арендный платеж в том объеме, который предусмотрен договором аренды. Мы сравниваем это внутри наших торговых центров, потому что есть арендаторы, которые работают во всех наших проектах, и также с бенчмарками на рынке. Я правильно понимаю, что основа договора перед подписанием – это должно быть осознанное решение, которое основывается на исследованиях и на ожиданиях определенных товарооборотов? Да. В любом случае, какой бы арендатор ни пришел к нам на переговоры, мы всегда запросим презентацию, планы по развитию, маркетинговую стратегию, проанализируем присутствие в социальных сетях и маркетинговые активности, и всегда попросим дать нам прогнозы о товарооборотах, потому что на основании этих прогнозов мы и делаем коммерческое предложение, понимая, насколько действительно арендатор сможет нам в дальнейшем платить такой арендный платеж. А арендатору также необходимо запрашивать у собственников, у управляющей команды, у торговых центров необходимую ему информацию для принятия решений. Естественно, это планировочные решения, это тенантмикс, это планы по развитию, это маркетинговая стратегия. Можно уточнить, какие обороты у похожей категории, которая работает в этом торговом центре. Обязательно поехать на объект, посмотреть объект. И я всегда рекомендую встречаться с командой на местах, встречаться с управляющими торговых центров. То есть проанализировать поток торгового центра, качество этого потока. Да, конечно. Принимайте решение осознанно. Также рекомендую запрашивать у торговых центров данные по посещаемости. А можно ли получить ее честно и открыто у торговых центров? Конечно. То, что вы даете, это честно и открыто. Ежемесячно мы предоставляем нашим арендаторам маркетинговые планы и отчеты по проведению маркетинговых мероприятий в наших торговых центрах. Они включают данные о посещаемости каждого из проектов. Мы также читаем ваш дайджест. Вы достаточно открытая публичная компания на рынке. Таких немного. Спасибо. Дайджест – это одна часть. Также каждый арендатор индивидуально получает наш маркетинговый план ежемесячно. Собственно, после того, как мы проделали с вами всю домашнюю работу, арендатор и арендодатель, мы переходим к следующему этапу. Это согласование базовых коммерческих условий, согласование и подписание договора аренды. В компании «Арикана Релэл Эстейт» договор аренды стандартизованный. Он основывается на лучших рыночных практиках и на нашей экспертизе. Мы уже 15 лет на рынке коммерческой недвижимости Украины. На сегодняшний день у нас больше 450 активных арендаторов. И только в прошлом году мы подписали около 300 договоров аренды, которые включают и продление, и новые договоры аренды. Есть смысл подписывать ООА и предварительные договора? Или это сразу договоры аренды? Зависит от ситуации. Когда мы говорим об открытии новых торговых центров, там есть определенная этапность. Как правило, это подписание протокола о намерениях. Следующий этап – это подписание предварительных договоров. И третий этап – это подписание основных договоров аренды. Мы подписываем, не могу сказать, что часто, но подписываем протоколы о намерениях, и это бывает, можно назвать еще бизнес тормшит, в тех случаях, когда мы хотим согласовать с арендаторами базовые коммерческие условия для понимания, будем ли мы тратить наш ресурс на согласование длинного договора, на работу над техническим проектом и так далее. Короткий промежуток. Первый этап у нас – это осознанное принятие решения. Второе – это общение по коммерческим условиям. И третий этап – это подписание договора аренды. Иногда в определенных случаях подписание предварительного договора, либо ЛА. ЛА, бизнес торговый псюль, да. На самом деле, первое, что нужно делать, и бесспорно об этом знают все участники процесса, нужно внимательно читать договор. Нужно не стесняться задавать вопросы. И здесь я всегда говорю, это задача консультанта, менеджера по аренде – добросовестно прояснить все сложные моменты, чтобы не осталось недосказанности. Потому что в будущем это позволит избежать недоразумений, от которых могут пострадать обе стороны. Конечно, здесь важны участия и стороны арендатора, у которого должно быть желание разобраться иногда в самых сложных формулировках, достаточно длинных договоров. На моем опыте должны быть лидеры, которые хотят договориться. И когда есть в компаниях лидеры, которые небезразличные, которые хотят договориться, то договориться, наверное, зачастую можно. Договориться можно всегда, если стороны хотят сотрудничать. Хорошо. Достаточно больной вопрос для нашего рынка – это коммерческие условия, в частности, привязка к валюте. Мы живем в гривневой зоне, и девелопер в Украине зачастую применяет валюту. Как с этим жить, когда курс БУ-8 стал 28? Что подписывать? Сложный вопрос. На самом деле есть рыночная практика, и мы работаем в рыночных условиях. На сегодняшний день складывается обстоятельство таким образом, что договоры номинируются в валюте и рассчитываются по курсу НБУ на какую-то дату. Если в целом подход будет меняться, он поменяется, конечно, в каждом отдельном проекте. Нужно стараться предусмотреть валютные колебания, насколько это возможно. Тем не менее, мы понимаем, что здесь мы в одной лодке. У арендатора есть обязательства перед своими поставщиками, у нас есть обязательства перед банками-кредиторами. Поэтому, конечно, это достаточно сложный механизм, но который можно регулировать с помощью добросовестных переговоров. Окей. Что еще важно в договорах? Андрей тоже начал говорить о коммерческих условиях. Нужно понимать стоимость договора. Она состоит из, как правило, арендная плата, доплата с оборота. Это операционные платежи, это коммунальные, коммунальные общих частей, маркетинговые платежи. И очень важно обращать внимание на возможность изменения арендного платежа. Это может быть либо индексация, либо поэтапное увеличение аренды, то, что называется степ-ренд. И самое главное, на этом этапе бизнесу взвесить, насколько он сможет нести бремя арендного платежа, указанного в договоре аренды. И вот посмотреть на эти этапы возможного повышения, чтобы потом в эти моменты не было вопросов... Я полностью согласен, что нужно внимательно, в первую очередь, со стороны ленд-лорда пояснить все платежи, открыто их показать и внимательно к этому относиться. Это очень важно. Да, но при этом арендатор, как и мы, точно так же анализирует долю всех платежей в своем товарообороте, смотрит на рыночную практику. И у него есть вся информация, чтобы принять вместе с нами правильное решение. Я правильно понимаю, что в вашей практике вы используете несколько механизмов? Это может быть степ-ренд, это может быть какой-то порог индексации, это может быть просто ежегодная индексация. То есть это все индивидуально в зависимости от объекта и от арендатора? Это совершенно индивидуально, неизменно то, что в каждом нашем договоре есть арендная плата, базовая арендная плата и процент с оборота. Потому что для нашей компании рост товарооборотов – это основной из KPI. Мы понимаем, что продажи арендатора растут, растет доплата с оборота, а соответственно и наш доход. Поэтому вся команда, департамент торговых площадей, департамент маркетинга, эксплуатация на местах – все работают над тем, чтобы товарообороты арендаторов росли. Немножко философский вопрос. А как формируется арендная ставка? Есть несколько факторов, которые влияют. Естественно, никто не отменял баланс спроса и предложения. Есть рыночные условия. Но при этом, принимая решение по тому, какую арендную ставку подписывать с тем или иным арендатором, мы всегда смотрим на его потенциальную эффективность. Потому что понимаем, если арендная ставка будет значительно выше его возможностей, это сотрудничество не будет долгосрочным. И здесь всегда уже ответственность обеих сторон, и это зависит от открытости сторон, понимать, насколько действительно этот эксперимент может удастся. Я полностью согласен, что арендная ставка, она формируется между спросом и предложением. И яркий пример арендной ставки в Запорожье, они иногда выше киевских. И я думаю, что это связано с тем, что в Запорожье маленькое предложение в городе. Профессиональных торговых центров очень мало, наверное, даже один. Не секрет. Торговый центр City Mall в Запорожье один из немногих качественных проектов в этом городе. И у нас... Жаль, что он такой маленький. Да, это... Не может вместить всех желающих. Действительно, желающих открыть свои магазины в торговом центре много. Мы, конечно, стараемся, насколько это возможно, удовлетворить пожеланиям наших главных и наших партнеров, с которыми мы длительное время сотрудничаем. К примеру, в прошлом году мы сделали небольшую ротацию, обновили и подписали где-то 8 новых магазинов. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы сможем предложить рынку новую площадь. Окей. Возвращаясь к лайфхакам подписания договоров аренды, что еще важно, что стоит учитывать в договорах аренды? Обеим сторонам нужно понимать свои права, обязанности и ответственность по договору. К примеру, сроки платежей или сроки предоставления отчета о товарооборотах. Так как у нас договоры стандартизированы, они совершенно одинаковы для всех арендаторов. И в части предоставления отчета о товарооборотах, это прежде всего в интересах арендаторов. Потому что своевременно полученные данные позволяют нашей управляющей компании принимать оперативные решения, вносить изменения в маркетинговую стратегию и разрабатывать программы поддержки для арендаторов в случае необходимости. То есть вам это позволяет держать руку на пульсе? Да, конечно. Окей, по поводу срока и длины договоров. Как вы практикуете и какие есть тут советы? Традиционно длина договора зависит в том числе от площади магазина и его якорной функции. На рынке договоры, как правило, подписываются один год, 3-5 лет, 7 и 10 лет. Один год для операторов островной торговли. Ну и, соответственно, самый длинный строк – это для якорных операторов, таких как гипермаркет, кинотеатр, там, где очень значительные инвестиции в ремонтные работы и в открытие своих магазинов. Есть интересный прецедент еще со старым владельцем торгового центра «Большевик», там, где был подписан оператор электроники, и потом дополнительно выставили 20 тысяч долларов по поводу навигации и рекламы. Как тут не допускать ошибок? Мне сложно комментировать данную ситуацию. При этом я могу сказать, у нас есть… На этапе подписания договора аренды каждому арендатору нужно этот вопрос поднять. Есть вывески, есть навигация в торговом центре. Подход к арендаторам индивидуальный. Во-первых, мы должны понимать, что, к сожалению, на любом фасаде торгового центра количество мест ограничено. И при всем нашем желании мы не можем разместить там всех арендаторов. И, конечно, от этого будут зависеть и условия, цена, возможность размещения. Но, тем не менее, если вопрос поднимается на этапе подписания, всегда можно постараться найти компромиссное решение. Я со своей стороны рекомендую, если вы, якорный арендатор, претендуете на навигацию и фасадные вывески, то предусмотрите это сразу при подписании договора аренды и сделайте приложение к договору, чтобы избежать будущих проблем и недопониманий. Да, мы в любом случае понимаем, что это в интересах торгового центра обозначить арендаторов, тем более якорных арендаторов. Рассказать своим гостям, что такие арендаторы есть в торговом центре, что они только открылись. Поэтому, уверена, каждая управляющая компания будет прилагать максимум усилий, чтобы удовлетворить таким пожеланиям в рамках возможностей. Один из, так же, как и заключение договора, важное расторжение договора. Важно предусмотреть выход из договора и об этом заранее договориться. Какие тут есть советы сторонам? Мы говорили о подписании БТС. Вот на этом этапе я бы включала в такой протокол два пункта. Это состояние помещения на момент приемки для проведения ремонтных работ. Возможно, возврат помещения, в каком состоянии его будет возвращать арендатор. И, конечно, пункт, который регламентирует положение о возможном прекращении договора аренды. Здесь нужно понимать, что присутствие такого пункта в договоре во многом зависит от площади потенциального арендатора, от того, выполняет он якорную функцию или нет, и от срока договора. Вот эти факторы влияют на гибкость управляющей компании в этом пункте. И также, почему так происходит? Потому что для того, чтобы была найдена замена тому или иному арендатору, требуется определенное время. Для одного арендатора это может быть три месяца, для другого арендатора это может быть год и больше. Это связано с… Брейк-опшн, если использовать, то это должно быть по-партнерски? Конечно. По-партнерски. То есть не так, что ты оставил свои вещи и выехал. Такие прецеденты на рынке, к сожалению, тоже до сих пор бывают, но не так часто. Рынок все-таки становится более цивилизованным и все меняется. Полностью согласен по поводу условий передачи помещения. Есть такой термин, как разительная ведомость. И очень правильно разительную ведомость использовать для того, чтобы избежать в будущем каких-то недопониманий, особенно с якорными арендаторами. Особенно, к примеру, если это тот же кинотеатр, какой-то развлекательный центр, где нужно выполнить большое количество работ, в том числе и ландлорды. Говорю сейчас о тех случаях, когда какие-то работы выполняются и арендатором, и арендодателем. Я бы рекомендовала нашим арендаторам проводить технический аудит помещения на момент приемки, вне зависимости от того, передается помещение в состоянии шелленкор или в состоянии, то, что называется после арендатора, для того, чтобы как раз избежать возможных недоразумений в будущем. Всегда хорошо, когда на этапе подписания договора аренды обе стороны постарались максимально предусмотреть любые вопросы, регламентировать их договором, с которыми они потом могут столкнуться на протяжении своей деятельности в торговом центре. Если якорный арендатор и по его специфике он требует эксклюзивности в определенных категориях, к примеру, кинотеатр подписывает эксклюзивность на продажу попкорна на территории торгового центра. Это важный пункт? Надо ли это учитывать? Любые пункты важны, если по ним могут возникать вопросы в дальнейшем. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день, как правило, супермаркет либо гипермаркет – это один оператор в торговом центре. Кинотеатр – один оператор в торговом центре. Значительные инвестиции, длительный срок договора. Поэтому таким арендаторам можно идти на уступки по ряду параметров. Касательно попкорна, мы понимаем, что продажа попкорна, напитка, занимает львиную долю в товарообороте любого кинотеатра. Поэтому, конечно, мы будем обсуждать такую возможность. Главное, чтобы попкорн был вкусным. Какие прецеденты? Насколько максимально быстро вы подписывали договора? Может быть, есть какие-то истории? Либо наоборот, насколько максимально долго вы подписывали контракт? У меня есть прецедент, когда мы подписали договор аренды и его реализовали. Это был договор на 2222 квадратных метра в течение 14 дней. Никогда не задумывалось о рекордах. Конечно, есть договоры, которые мы оперативно подписываем, потому что договоры стандартные. И мы стараемся так договариваться с арендаторами, чтобы у нас было минимальное количество правок, и они касались исключительно коммерческих условий. Тем не менее, конечно, были очень длинные сделки. Это, как правило, иностранные сетевые операторы. И здесь нужно понимать, что длина переговоров зависит еще от того, на какой стадии реализации находится проект. Если проект только строится, это одна история. Если проект успешно функционирует, здесь, как правило, сроки более короткие, потому что операторы видят, что проект успешен, и они готовы очень быстро и оперативно открываться. Актуальный вопрос. На сегодняшний день, если арендатор открывается в новом проекте, и арендодатель не выполнил перед ним обязательства по заполняемости торгового центра, как предусмотреть этот риск, что нужно подписать в договоре? Арендатор может настаивать на внесении в договор аренды пунктов, которые регламентируют либо какие-то льготные условия для таких периодов, в случае, если к какому-то моменту не достигнута определенная наполняемость торгового центра, либо говорить о каких-то штрафных санкциях. Но, как правило, это не совсем эффективно. Главное, это на этапе подписания постараться реально оценить этапность и возможности открытия торгового центра в заявленные сроки. И здесь, конечно, это зависит от коммуникации, взаимодействия и открытости информации по срокам открытия. Окей. Можно ли в договоре это учесть? Процент заполняемости. То есть в случае определенного процента заполняемости арендная плата, к примеру, не платится, либо применяются какие-то коэффициенты? В договоре можно обсуждать любые пункты, главное достичь по ним компромисса. Да, такие пункты встречаются в договорах. Чаще это практика, которая касается договоров сетевых арендаторов, там, где очень большие инвестиции, либо якорных, там, где очень большие инвестиции. Окей. Аня, спасибо за то, что ты сегодня простым языком нам рассказала о сложных вещах. И для меня еще раз очень важно подчеркнуть для наших зрителей о том, чтобы осознанно принимали решение. Чем более осознанно будете принимать решение, тем более вам поможет это сэкономить ваши инвестиции. Я хотела сказать, что подписать договор аренды – это очень важный этап, но на этом большая работа только начинается. И успех магазина в том или ином торговом центре во многом зависит от эффективности взаимодействия между арендатором и арендодателем. Насколько обе стороны будут открыты, от взаимоуважения по отношению друг к другу, насколько каждая сторона развивается, улучшает качество сервиса. И в магазинах, и в торговом центре вовлекается в маркетинговые программы. Эффективное взаимодействие – это желание сотрудничать вместе на общий результат. Спасибо, Аня. С вами был Андрей Жук и Анна Чуботина. За рамками ритейла рубрика «Ритейл в деталях». Я хочу попросить вас в комментариях указать то, что важно учитывать в подписании договоров аренды и спросить ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал. Дальше нас ждет много полезных и интересных материалов на нашем канале. Спасибо.